В минувшие выходные в Тверской области завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Проголосовать можно было онлайн через портал Госуслуг с 24 по 30 мая. А 30 мая прошло традиционное голосование на избирательных участках. Всего в прайме расприняли участие около 100 тысяч жителей Верхней Волжья. Наша съемочная группа в день голосования посетила несколько избирательных участков и пообщалась с теми, кто сделал свой выбор. Избирательный участок в средней школе номер 34 в Заложском районе Твери начал работу в 8 утра. Первые избиратели, жители микрорайона Соменко, идут отдать свой голос за кандидатов, представленных правящей партией, которые достойны участвовать в выборах в Госдуму, Заксобрании и другие уровни власти. Хочется надеяться, что люди будут работать, будет какая-то для нас тоже помощь, хорошие дела. Поэтому хочется надеяться. Еще один избирательный участок – колледж имени Кайкова. Среди тех, кто пришел отдать свой голос за кандидатов, а высказать доверие можно сразу нескольким – молодежный министр образования. Мы, в принципе, готовы помогать ребятам, коллегам, которые в списках сегодня присутствуют. Это действительно очень интересная, очень важная для судьбы общественная работа, в том числе люди. Мы готовы поддерживать не только придя и поставив галочку, но и в реальных делах, добрых делах, которые мы вместе реализуем. В этом году поучаствовать в предварительном голосовании можно было в электронном формате с 24 мая по 30 мая и очно на избирательном участке 30 мая. Мы видим, что со временем избирателям предлагаются новые формы голосования. Вот уже не в первый раз предлагается электронное голосование. Ну а также мы знаем, что у нас есть целая традиция посещать выборы, выборные участки, рассматривать портреты кандидатов. И, конечно, очень многие отдают предпочтение традиционной форме. К слову, предварительное голосование в любом формате имеет большое значение как для избирателей, так и для самих участников политической гонки. Только единственная партия, партия «Единая Россия» не боится проводить такую сложную процедуру предварительного голосования для того, чтобы отобрать наиболее достойных кандидатов. Вот эта процедура имеет для нас еще одно важное значение. Мы используем эти встречи еще для общения с гражданами, для того, чтобы узнать об их проблемах. О проблемах участник выборов Владимир Васильев, который баллотируется в Государственную Думу, поговорил в этот воскресный день с жителями поселка Сахарова. Граждане рассказали, какие объекты нуждаются в благоустройстве, а также гости побывали на детской площадке, которая их же силами была построена несколько лет назад. Мы находимся на детской площадке, и вот спортивной площадке воркаута, которую как раз Владимир Абдуалиевич вместе с нами делал. Он был инициатор, свои средства тоже сюда вкладывал, мы помогали с Ильей Александровичем. Поэтому вот такое здесь замечательное место в 2016 году. Также был приведен в порядок местный Дом культуры. Сейчас жители рассказали о необходимости привести в порядок старинный парк Гурко. Так, в этом году при участии членов партии «Единая Россия» были отремонтированы дворы, прошла акция «Ямам нет» и ряд других мероприятий. Главное – взаимодействие властей и жителей. А после того, как закончилось предварительное голосование, участники выборов Владимир Васильев и Юлия Саранова поделились впечатлениями о ходе избирательной кампании. В результате, мне кажется, такого подхода сейчас в обществе возникло обсуждение. Конкуренция такая. 20 человек на месте. Все переживают. Искренне переживают. Два депутата «Единой России» в кругах соперничают. Это настоящая конкуренция. Это эмоции. Важно отметить и поблагодарить всех, кто принимал участие в организации процедуры. Все было соблюдено. И это очень подчеркивает, что предварительное голосование – это не формальная процедура, а самые настоящие предварительные выборы достойных кандидатов.